2 июня любители знатоки «Игры миллионов футбола» в прямом эфире на нашем телеканале наблюдали золотой матч команды «Текстильщик». Несмотря на непогоду, игрокам удалось победить соперников из Орехова-Зуева, команду «Знамя труда». Уверенной игрой в сезоне и победой над командой «Коломна», «Текстильщик» обеспечил себе право в следующем сезоне выступать в Футбольной национальной лиге. Поздравить игроков и тренерский состав днем во вторник приехал губернатор Станислав Воскресенский. Он поставил несколько ключевых задач, велел побеждать и обещал со своей стороны помощь. Мы в этой связи сейчас выделили уже деньги в бюджете на ремонт стадиона. Будет частично отремонтировано поле, освещение, еще будет проведено ряд работ, раздевалки, чтобы целиком соответствовать требованиям лицензионным, которые сейчас жесткие, для того, чтобы играть и побеждать, надеюсь, в ФНЛ. Пока наш стадион не соответствует требованиям ФНЛ. Дело за областной думой. Нужно внести поправки в бюджет. И только после стадион приведут в порядок. У тренера команды свои задачи. ФНЛ – это высокий уровень, нужны усиления. Как отмечает Денис Бояринцев, необходимо хорошая лавка. Для побед собрать нужно профессиональную обойму. Для этого не хватает пять человек минимум. Самая важная, безусловно, центральная ось. Это, безусловно, Алексей Смирнов у нас провел великолепный сезон. Но хотим сильного вратаря в конкуренцию ему. Это для него только полезно будет. Он еще достаточно молод. Это, естественно, центральный защитник. Безусловно, один-два бы нам не помешали. Это опорный полузащитник, опытный парень. Ну и, конечно, в связи с тем, что Саша Алексеев, наша мощь атакующая, пока еще не восстановится после травмы, конечно, нам нужен нападающий примерно такого плана. Работа по комплектованию команды уже ведется. Но пока фамилии не называют. Команде «Текстильщик» предстоит много путешествовать, ездить по городам страны и играть в гостях. Для этого нужна подготовка, особый настрой. Ну и для победы просто необходимы болельщики. Мы хотим, чтобы в Москве нас поддерживали хотя бы пару сотен. Было бы хорошо, чтобы приезжало. Конечно, я думаю, заказ каких-то автобусов, еще что-то будет обязательно. Ну и болельщик, я думаю, у нас имеет свои транспортные средства. У нас будет приезжать в Москву, команду поддерживать. На болельщика очень надеемся. Хотя, конечно, хотим играть здесь, в Иваново. График игр будет известен в ближайшее время, пока футболистам предоставили прекрасную возможность отдохнуть. У них есть примерно 10 дней. Тренер команды Денис Бояренцев отметил, что после такого перерыва наверстать форму будет несложно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.